Городок Опа-на, вот это да, вот это я понимаю, вот это забота о людях, Дедушка Мороз подарки нам принес, Деда, одни Снегурочка Ты что, парень, поплыл? Какая Снегурочка? Снегурочка, Снегурочку в женское отделение посадили Дедушка Мороз Дедушка Мороз Здравствуйте Привет Здравствуйте Спасибо вам большое Где ты был? Где ты был? Где ты был? Да, кому ты веришь, кому ты веришь, он же соврал Не врал я Он соврал, причем, ты же дважды соврал, он дважды соврал Ну, ну ты сама подумай, во-первых, во-первых, ты же взрослая женщина Ну, ты же, значит, никакой бабы-яги в принципе, ну не существует, ну нету бабы-яги, ну нету Какая баба-яга-то, ну ты подумай сама-то, что за баба-яга? А во-вторых, ты забрал, ты забрал, 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 забрал А во-вторых, Коля, а во-вторых, мы пили с ней не водку, а шампанское Слушайте, мужчина, а вот вы хатик? Да, я начну это гордое имя Оля! Это вот он, хатик, это хатик, ну, то что Ларка рассказывал Ха-ха-ха-ха-ха, Ларка, Ларка, а вы Ларку ждете? Я жду прекрасную даму, лицо, руки, ноги, глаза, имени не помню Ларка имени не помню, ой, она, Ларка, вот тут рассказывала всему двору, ха-ха-ха Что вы такой уникальный, потрясающий, необычный, вот уникальный мужчина, да? Я знаю, сколько времени можно ждать уже, а? Новый год вот-вот, а она все не идет Она и не придет, она просила сказать. Кто? Она не придет? Я ей покажу. Слушай, Хачик, тут уж раз такое дело, так может ты и мне покажешь, а? Мой дорогой, любимый мой, ну просто мне бы хотелось выпить на пороге нового тысячелетия за то, чтобы, как говорится, все хорошее перешло с тобой и в Новый год, а все плохое, все мерзкое, отвратительное, все то, что тебе обрыдло, все то, что ты так ненавидишь, чтобы осталось в старом. О, желтые слова! Спасибо. Счастливо оставаться! Коля, ну куда ты идешь-то, ну? Ну куда ты идешь-то, что ты молчишь, ну? Ну я не скажу никому, куда ты идешь, Коля, ну куда ты идешь-то? Ну что ты, ну куда идешь-то, ну скажи, куда идешь-то? Никому не скажешь. Да ну никому, побожись. Ну ну да. Брат, ну на Северный полюс иду, брат. Да ты что? Хочу Новый год отметить. Все-таки двухтысячный. Елке хочется как-то по-особенному. Айда со мной, Вася! А пошли? А? 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 А пошли? Ха-ха-ха! А ну что, я долго идти-то? Да ну фигня. Одну ночь. Да ну фигня. Но полярную. Да ну фигня. Я все решил. Идем на жидком топливе. Ну, я там рассчитал так, не точно, плюс-минус, где-то 3 литра на 100 километров. Я взял полные санки. Слушай, а далеко идти-то? А? Две тысячи километров. Давай, 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 придем на полюс. Прославимся, денег заработаем. Ой, деньги, деньги. От меня из-за денег жена уходить собирается. Были бы деньги, я бы и на Новый год духи купил. Французские. Что? Больше избавь. Больше избавь. Даже не думай. Даже не думай. Ты что? Они же значительно хуже наших. Значительно хуже. Одно название, что французские. Видал я их. На вкус обыкновенный тройной оди кого. Что ты? Давай, давай, давай. Хоп, 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 хоп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты! Я чего-нибудь могу, извините, так сказать? Нет, спасибо, я сам справлюсь. Нет, просто здесь у нас, так сказать, французская косметика. А вы уж как-то, как-то, альтернативно больно как-то тут. Да, у вас здесь здорово. Красиво? Пахнет хорошо. Дружище. Вы знаете, ой, лучше так, да. Вот там, вот, буквально ряд. Потрясающий стенд. Значительно лучше, интереснее, чем у нас. Более того, это наши конкуренты. Да нет, спасибо, мне у вас больше нравится. Знаете, я вот так могу часами, вот, часами могу стоять, вот, смотреть на вашу продукцию. Вот такая прелесть. А вы бы не могли часами стоять и смотреть на их продукцию, если я вам дам сто рублей? Нет, не могу. Ну, почему? Я так. Потому что они уже дали мне 200. Ну, что мы здесь застряли? Ну, давай уже, пойдем уже куда-нибудь, пойдем уже, ну. А, вдруг у нас компас барахлит. Компас барахлит. Надо по звездам ориентироваться. Звезды никогда не обманывают. Вот где-то должна быть тут полярная звезда. Кстати, о звездах. Была у меня одна популярная звезда. Пивичка у меня была одна. Она меня тоже никогда не обманывала. А мне всегда говорила, где изменяла, с кем и как. Иван Иванович, ну, что там с твоим гороскопом? Да-да, я. Итак, вы родились в год огненной лошади под знаком Девы. А под покровительством Венеры робкой, нерешительной среди женщин теряетесь и боретесь с этим недостатком. Ну и зря. Двухтысячный год, а это год дракона, мужчины, принесет вам большие изменения. А вот сейчас вы протянете руки над фаллическим... Магическим... Магическим шаром. Господи. И мы узнаем, кем вы были в прошлой жизни. в прошлой жизни. А ведь в прошлой жизни вы ведь были женщины. Магическим шаром. Ну вот. Но с понедельника я начал совершенно новую жизнь. А зачем? Все-все-все-все-все-все-все. А ты не знаешь, чего в этом году обязательно должно быть вот на новогоднем столе? А какой у нас следующий год не барана? Не, дракона? Тогда обязательно должен быть кетчуп Балтимор. Почему? Потому что кетчуп Балтимор не любят только бараны. Компания Балтимор наш томатный спонсор. Господи, как же ты на лыжах стоишь? Как ты палки держишь. Да у меня, понимаешь, врожденный дефект анатомии. Так я что с тобой на полюс? Дефективного, что ли, взял? Да нет, у меня просто руки не из того места растут. А что у тебя растет из того места? Ноги. Кинула. Многие помнят, что после битвы при Ватерлоо император Наполеон Бонапарт Новый год встречал на Святой Елене. Но немногие знают, как выглядела эта Елена. Я счастлива, познакомиться с вами и сделаю все возможное, чтобы вы здесь были согреты женским вниманием и теплом. Мадемуазель Елена. Мадемуазель Елена, хочу вас спросить, но никак не решаюсь. Вам, Сир? Позволено все, абсолютно все. Откуда у вас такие роскошные волосы? В общем, волосы. Точнее, усы. Вы знаете, почему-то всех мужчин интересует именно этот вопрос. Они достались мне по материнской линии. По материнской? Скажите, а как выглядели ваша бабушка и дедушка по материнской линии? Дело в том, что по материнской линии у меня не было бабушки. У меня было два дедушки. Городок 2000. Не ныть, держаться. Зачем мы что-то поперлись? Ну, зачем? Ну, замерзем чертовой бабушке. Чего? Дойдем до полюса. Мы будем замечательными людьми. А нас все газеты напишут. Правда? Правда. Представляешь, на первой полосе вот такими буквами. на северном полюсе найдено два замерзших трупа. Жизнь замечательных людей. В жизни каждого замечательного человека бывают звездные мгновения. Такое бывает один раз, бывает два, а бывает три, два, один, пуск. Ну, ребятки, сегодня опять запускаем. Сейчас, понимаешь, космонавты очередного привезут на кнопку нажмем и так, фух, и, как говорится, дыряем дырки в кетелях. Фу-то, но учтите, на секунду опоздаем, всем голову поснимают, всем, и мне, всем понятно? вызываю пуп. Вызываю пуп. Эй! Алло! А, это ты? Молодец. Ты там, это, сиди, понимаешь, тихо, хуйка. Не волнуйся, мы тебя сейчас запустим. Не надо меня никуда запускать! Так, начинаем. Я не космонавт! Отчет. Техник я, я тут оборудование проверяю. Фамилия у тебя какая? Терешкова я, Валя! Терешкова? Валентина? Ты, это, Валь, ты, это, шлем, одень на такси лучше. Фух, ну, как говорится, пять, четыре, три, два, у вас что, крыши поехали? Что она сказала? Она сказала, поехали. Пуск! Молодец! Центр управления полетами нашего городка поздравляет Валентину Владимировну Терешкову с Новым Годом, просит не обижаться на шутку и желает счастья. Только не спать, не спать, не спать, не спать, друг, заснешь, замерзнешь, даже ничего понять не успеешь. Станет тепло, приятно и привет. Не спать, посмотри, посмотри, какая красота вокруг, как в сказке, а у сказки всегда хороший конец. Да. Хороший конец. Станет тепло, приятно и конец. Сказка о сером веществе. Жил-был царь, большого ума человека. И родился у него под Новый Год сыночек. И рос он не по дням, а по часам. Только мочи сынки шибко отставали. Пап, папка, а что в нашем роду все такие? А какие такие? Какие? Такие умные. А это потому, сынок, что в нашем роду ум передается по наследству. От отца к сыну, от отца к сыну, от отца к сыну, от отца к сыну по наследству. Па, а когда ты коньки отбросишь? А как это? Ну, поврешь ты тогда А что? Ну, чтобы это наследство побыстрее получить Сказка о трех поросятах Ну вот, ребята, и вот так собрались веся Ниф-ниф и наф-наф И тут, нюф-нуф, а тут на улице холодно, холодно И вдруг приходит, нюф-нуф И говорит, здравствуйте, два поросенка С Новым годом! Вот и сказочка такая Вот, ребятки, вы и прослушали веселую новогоднюю сказку Про трех поросят Мы будем ждать ваших писем, которые вы нам расскажете И кто вам больше понравился Веселый ниф-ниф-ниф Забавный наф-наф Или трудолюбивый нюф-нуф С Новым годом! Съемка закончилась Люди, как мне надоело десять лет играть в свинью А тебе вот кто больше нравится? Ниф-ниф, наф-наф или нуф-нуф? У меня есть ли нуф-нуф, который трудолюбивый А тебе? А мне больше нравится наф-наф Почему? А он не такой жирный Дошли, дошли, мы на полюсе, дошли Я сделал это Слушай, надо будет доказать, что того, что вы здесь были Оставить что-нибудь Обычно оставляют там флаг, вымпел, ну что-нибудь Ты взял что-нибудь, чтобы оставить на полюсе? Взял! Что? Тебя Реклама Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Модест Вы меня уже знаете И по-твоему И по-своему любите А я очень люблю рекламу Я очень люблю рекламу Поэтому Модест такой красивый Поэтому я такой красивый и чистый У меня все есть Все у меня есть У меня все есть А семью у меня нет Семьи у меня нету Я говорю, я семью не нету Особенно детей Нету меня детей И что только Модест не делает А детей у него нет И что только Модест не делает А детей у него нет Нету детей Нет детей Ничего не получается Ничего не получается И теперь я знаю Теперь я знаю почему Модест сделал для себя важные открытия Оказывается, мое любимое бактерицидное мыло не дает размножаться не только бактериям, но и мне. Грим – штука потрясающая. Уже доказано, что не труд, а именно грим сделал из человека-артиста. Примеры, как видите, налицо. Новогодний прикол мы решили организовать по-домашнему и выбрали для этого нашего художника-гримера. Вот, кстати, она сама. Пока еще ничего не подозревает, ни о чем не догадывается. Дед Мороз так Дед Мороз. Такой был Дед Мороз, которого не было никогда и нигде. Очень серьезно, нужен очень хороший грим. Нужно сделать Деда Мороза. Попробуем? Давай. А что же у нас есть в реческе-то? Тетю Ивну, будешь слушаться? Лапочка, сейчас тебе оденем это. Помогите-то, делай. Не бойся, не бойся, иди сюда. Хорошая собачка, давай. Да, дай ей, пошли. Хорошая, хорошая, хорошая лапочка. Умненькая, а главное, умненькая, красивая. Ой, красавица. Ой, красавица, иди, красавица, красавица, лапочка. Как думаешь, получится прикол? Конечно. Оля, тебе надо будет сделать такую штуку. Надо шпильками не приклеишь ее. Шпильками. Не за что. Классно? Вот именно, вот хорошая, хорошая. Вот, хорошо, все. Значит, башкой понятно, будет держаться. Инна, у меня есть один интимный вопрос. Все-таки она девочка, а Дед Мороз мальчик. Ты не догадываешься о погримерной части? А? Что можно придумать? Кроме красного носа ничего. А вы покажи. Подожди. Что это? Нос. Красный нос. И что? Ну, что ты просишь-то? Туда его? Как бы сделаешь-то явно, что Дед Мороз такой уж красный нос. На лапочку. Нормально, хорошо смотрится. Хорошо, вот этот. Как это приделать только туда? Тоже на веревочке? Да, ребята, вот здесь есть скрепочки, пускай они веревочку сюда. Вот, вот они. И туда и одевается так же, как борода. Да. Правильно. Вот если бы ты шла по улице, вот такая стояла собака. Все подходили бы. Вот как она будет стоять? Ну, вот и все. Вот такой Дед Мороз. Вот и замечательный. Спасибо, лапочка тебе. Умница. На что у тебя золотые руки, мать? Что даже собаку можешь загримировать? Собака в автобусе? Я ей там бороду надену. А? Там одела. Кого? Собаку. Бороду там одень. Что у нас? Бородой будет ехать. И носик не забудь. Что? Что такое? Фаршивцы. Что такое? Послесловие. Ну, как говорится, с Новым годом. Да не просто с Новым годом, а с 2000-м годом от Рождества Христова. Господи. Что это такое? Это что, второе пришествие Христа? Нет. Просто у него сегодня день рождения. Отмечают. Ох, нет. Ох, нет.